Но я, знаете, доработал ее немножко, потому что были некоторые свидетельства, я вот уже свидетельствовал, да, я вот на своих твоих ногах стою, наконец, стоя проповедую, что уже, а? Юля нашла работу. Да, не Юля, а Яна. Яна нашла работу, мы были свидетельством Божьей славы в нашей жизни. И сегодня я хочу проповедовать как раз на эту тему, которая называется «Утверждай себя в Боге и побеждай». Так называется эта тема. Говорить будем сегодня о царе Давиде. Царь Давид, все знаете, кто такой царь Давид, да, словно не надо напоминать никому, царь Давид был человеком по сердцу Божьему, и он был один из тех, кто прожил свою жизнь, уповая на Бога, всегда. Не важно, что у него происходило в жизни, не важно, как он себя чувствовал, не важно, кто был против него, но он всегда уповал на Бога. Они все помнят это? Все внутренние свои споры он приносил перед ним, все свои конфликты он раскрывал перед Богом, все свои претензии к Богу он открывал. То есть он общался, это образец общения человека с Богом, как с невестным отцом. Вот когда у нас проповедовал наш друг Эдуард Ким, он говорил, что у нас не религия, у нас вера в то, что это наш отец. Нам не надо никому это доказывать. А ведь мы знаем, что это наш отец, и как бы, ну, у нас другого-то нету. Мы к нему обращаемся по любому поводу, и это очень хорошо. И Давид учит нас тому, что мы должны всегда уповать на Бога. Первый псалом, с которого он начинает свою книгу псалмов, она, как вы помните, начинается со знаменитой фразы «Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит». Который не ходит... куда? Нет. Который не ходит по совету нечестивых, который не стоит на пути от грешных, и который не сидит в собрании развратителей. Но в законе Божьем пребывает он день и ночь, и о законе Божьем размышляет. Так написано. У всех так написано в Библии. То есть, когда начал Давид писать свои псалмы, мы не знаем точно. Возможно, когда он был еще юношей, возможно, когда он был 13-14 лет, когда он как раз с Голиафом воевал. Возможно, раньше, возможно, позже. Но факт, что когда он познал Бога, он понял и донес до нас эту мысль, что если мы пребываем в законе Божьем... Ну, вы знаете, что Тора, на самом деле, переводится не как закон. Я много об этом проповедовал. Тора — это не закон. Тора, или Тора, как если правильно говорить на еврейте, это путь жизни верующего человека. Потому что я уже много раз говорил, что если человек... Представляете, вот у нас есть закон, скажем, законный уголовный кодекс, например, да? Представляете, вот сейчас бы там сделал человек, говорит, блажен человек, который день и ночь пребывает в уголовном кодексе. Закон есть закон. Знаете, на латыни говорят, дуралекс, седлекс. Закон суров, но он закон. Да? Но не о законе ведь только говорит Давид. Он говорит вообще о том, что происходит, как Бог открывается нам. И сегодня как раз я вот хочу об этом поговорить, потому что я, как бы, читаю много разных комментариев на разные темы в Фейсбуке. Знаете, люди там вот, которым, наверное, в церковь уже ходить некогда, они настолько углубились в Писание, что даже в церковь ходить некогда. Они пишут в Фейсбуке бесконечно. Там есть такая группа одна, не буду ее рекламировать, где каждые примерно пять минут появляется новый пост. И какая-нибудь обязательная ерунда. Типа, а правда ли, что десятину платить христианам не нужно? Потому что это Ветхий Завет, а не новый. Ну и в таком духе все остальное обсуждение. И вот вопрос. В каком законе, то есть, что постигал Давид, когда он говорил, что в законе твоем пребываю день и ночь? Что, какие книги он читал? Как вы думаете? Кто-то, наверное, еще не было. Ну, печатных не было, да. А какие книги он читал, написанные? Он одну единственную книгу читал, написанную, другой не было. Назывался на пятикнижении Моисея. Потому что там написано, что каждый царь должен быть... Тогда же царей не было. Но написано, что каждый царь должен сделать себе список этой книги и день и ночь изучать, чтобы не делать то, что там написано. Соломон список сделал, но коней умножал. Золото, женщин, чему это его привело, мы знаем. Давид пребывал в пятикнижении Моисея. Потому что, если мы внимательно читаем пятикнижение Моисея, то мы четко видим, что Бог там открывается нам со всех сторон. Мы точно знаем, что Он хочет, чтобы мы делали. Мы точно знаем, чего Он не хочет, чтобы мы делали. И мы точно знаем, какая будет у Него реакция на то, что мы делаем угодные Ему вещи и неугодные Ему вещи. И именно в этом законе, по этим путям, старался ходить Давид. Понятно, что и Он периодически куда-то там падал или наоборот на крышу залезал и смотрел не то, что нужно. Было такое. Но при всем при этом Он оставался человеком по сердцу Божьим. И Давид читал именно пятикнижение Моисея и, постигнув его волю в своей жизни, он стал мудрее даже своих учителей. В 99-м слове написано, я стал мудрее учителей своих, потому что в откровениях твоих пребываю. Или откровения твои говорят ко мне, там написано. То есть, вы представьте себе, насколько он был действительно, пребывал действительно в Слове Божьем. Иисус говорил о Торе и о пророках, так как Он пришел, когда полнота откровений уже исполнилась. Бог уже все сказал, что мог через пророков. Он все донес. И люди не послушали. И вот пришел Иисус. И Он говорил о полноте. Он сказал, говорит, помните, когда Он рассказывал притчу о богатом Илазаре? Авраам сказал Лазарю, нет, не Лазарю, а богатому, он сказал, нет. Если, говорит, они пророков, и Моисея и пророков не услышали, то как они услышат какого-то там нищего Лазаря? Помните, да? Иисус говорил уже по этим временам. Пришли времена веры. Пришли времена веры. Хотя и до этого была вера. Смотрите, история повторяется. Мы прошли с вами, когда читали Туру Моисеева, прошли времена веры. Авраам, мы как раз сейчас на домашних группах это изучаем, да? Авраам был человеком веры. Потом было рабство. Эти времена тоже прошли. Потом были времена судей. Эти времена прошли. Времена царей прошли. Пророков прошли. Молчание 400-летнее Бога прошло. Явился Иисус. Который возвестил Царствие Божие. Он сказал, что если вы это слышите, то приблизилось к вам Царствие Небесное. То есть Он говорил о вещах, которые и до этого говорили. Он ничего нового не принес на эту землю. И Он сказал, если вы думаете, что Я пришел нарушить закон или отменить его. Нет, Я пришел исполнить его. И доколе земля и небо не пройдут, ни одна йота и ни одна черта из закона не исчезнет. О каком законе Он говорил? Ну уж точно не об уголовном кодексе, не о римском правиле. Он говорил о Пятикнижии Моисея. В том же законе, которым пребывал и Давид. Потому что именно там Бог открылся в своей полноте. И смотрите, чем заканчивается период ранних заветов. Это четвертая глава Малахии, с четвертого по шестой стих. Помните закон Моисея, говорит Бог. Бог заканчивает так называемый Ветхий Завет, или Танах, словами. Помните закон Моисея. Раба моего, которому и я заповедал ему в Хариве для всего Израиля. Равно как и правила и уставы. Бог не знал, что придет Иисус. Бог не знал, что будет какой-то там новый завет. Бог не знал, конечно. Это был его план. Но Он сказал, помните закон Моисея. И дальше Он говорит, вот я пришлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И Он обратит сердца отцов к детям, без сердца детей к отцам, чтобы Я, придя, не поразил землю проклятием. И для людей, живших здесь, верующих евреев, которые последнюю главу авторы, то есть дополнительных чтений Торы, в синагоге, заканчивают год словом проклятия, им становится не по себе. Они все ожидают, что придет кто-то, кто что-то поменяет. Потому что не может быть, чтобы Бог, который создал небо и землю, закончил свое слово словом проклятия. Но 400 лет Бог молчит. Мы об этом уже много раз говорили. И период Нового Завета, так называемый, или действие Нового Завета, начинается со слова Иисуса. Это Матфея, 11 глава, 7 стих, 7-15. Когда же они пришли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Настоящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророк. Ибо Он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. «От детей же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. И если хотите принять, то есть Илия, Он есть Илия, Которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит». То есть Иисус говорит, «День Божий, великий и страшный, наступает». И Бог исполняет свое обещание. Он присылает нам Илью пророка. Это для многих было такое откровение, которое, знаете, как сегодня, если сказать завтра, придет Господь. Их восстанет ужас у этих людей. Ужас, потому что они не готовы к приходу Господа вообще. Просто не готовы. Им придется столько всего в жизни поменять и исправить, чтобы не оказаться у дверей Царства, и Он скажет, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Это страшно. Точно так же было страшно и тем, кто слышал эти слова. Вы думаете, Иисуса не принимали только за то, что Он сказал, «Ешьте плоть Мою и пейте кровь Мою». Нет. Он говорил, «Настали дни, когда вам будет плохо. За ваши беззакония. За то, что вы натворили здесь. Потому что вы не слушали ни пророков, ни Моисея». Это то, о чем Он рассказывал. Нагорная проповедь его вся об этом. Он просто пришел и сказал, «Ребята, кто хочет в Царство Небесное, вот как надо жить, Он ничего не отменял. Он рассказал то, что написано в Торе Моисея только другими словами. Через призму тысячелетнего вот этого вот периода, который до этого, до его прихода прошел. Когда люди уже всего накушались, что называется. Им было страшно. И сегодня очень многим страшно, когда мы говорим, «Господь грядет». Они говорят, «Не, не, не, я еще не готов. Не, 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 не дай Бог». Я говорю, «Что значит, не дай Бог?» «Господь грядет». Он близок. И написано же в Писании, что не наше дело знать время. Сегодня многие пытаются считать, сколько же осталось там. Может быть, еще семь тысяч лет. Может быть, семь лет. Может быть, семь дней. Что такое седьмины? Начинают отсчитывать там кровавые луны, еще что-то. Да не этим надо заниматься. Сердце свое готовить нужно. Никто не будет нам говорить, «О, ты молодец, хорошо посчитал, приготовился». Написано, что «блажен раб, господин которого придет и застанет его бодрствующим». Что значит бодрствующим? Это не тот, кто не спит, который через силу там в спички ставился. Нет. Это тот, который постоянно следит за своим сердцем. И это то, о чем говорил Давид в 50-м псалме. Он говорил, «Сердце чистое сотвори во мне». Он не говорил ему, «Может быть, ты сотворишь во мне сердце чистое, тогда я буду уволить тебя». Нет. Он точно знал, что нужно, чтобы войти в Царство Небесное. Нужно сердце чистое. И вот это то, что мы сегодня с вами прочитали, Псалом 70-й. Это еще одно условие, при котором мы попадем действительно в Царство Небесное, когда мы уповаем на Бога полностью. И об этом нам рассказывает как раз Давид в этом. Это один из последних его псалмов. Он в глубокой старости уже. Он уже насыщен годами. И все равно продолжаются козни против него. Давайте его разберем по кусочкам, этот псалом. С первого стиха до последнего. Простите, до последнего. Можно мне стакан воды, пожалуйста? На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым привежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедовал, спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя. Ты. Что говорит здесь Давид этими словами? Во-первых, он говорит, что с одной стороны он констатирует факт, что Бог – это его упование. Но это факт. Он всегда уповал только на Бога. Больше ни на кого. Он никогда не попал на людей. Он один раз пытался уповать на людей, попросил посчитать, сколько у него воинов, и когда понял, что он занимается не тем, покаялся. Потому что не своими силами мы добиваемся победы. И он это понимал. С другой стороны, он призывает быть ему привежищем. В смысле, не закрывая от меня двери свои, я хочу убегать в тебя. Мы же знаем, имя Господа крепкой башни убегает туда правильник и безопасен. Дальше, четвертый стих. «Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей, на Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери Твоей, Тебе хвала моя не перестанет». В этих стихах он просит у него не просто защиты. Он не просто защиту у него просит. Он говорит, «Я знаю, что Ты всегда был со мной и в утробе матери, и когда я выходил оттуда, и когда я состарился, Ты все еще со мной». Почему? Потому что весь наш путь услан какими-то испытаниями. И когда мы смотрим на то, что мы прошли до сегодняшнего дня, и сколько опасностей миновало нас, а других постигло, мы понимаем, что это Бог. Мы понимаем, что другой никто не мог этого всего сделать. Это Бог пришел и спас каждого из нас. Я могу свидетельствовать о таких вещах. Дважды я был на местах терактов, и меня Бог уводил оттуда просто за 5-10 минут, только там взрывался человек с поясом шахида на себе. И куча жертв. А на следующий день я приходил туда и понимал, что если бы я там оказался, я бы просто не выжил. Просто не выжил. И больше всего я скажу, что даже в одном случае было, когда охранник, которого я приехал проведать, когда это все взорвалось, знайте, что после взрывов в Израиле никуда дозвониться невозможно. Мы дозвонились ему через 2 часа, потому что там было все перекрыто, подъехать было невозможно. Я дозвонился ему через 2 часа, и он говорит, ты не поверишь. Я говорю, он обычно сидел возле двери в ресторане. Он говорит, я пошел в туалет, когда он взорвался. А когда, говорит, я вернулся, вся дверь была утыкана разбитыми стеклами. Эти стекла должны были быть во мне, он говорит. Ну и в тебе тоже, потому что мы стояли с ним возле двери. Кто это мог сделать, как не Бог? И это то, о чем говорит Давид здесь. Он говорит, что ты всегда был со мной, ты вел меня от утробы матери. Вы знаете, что сами по себе роды, они, ну, это как бы тяжелое испытание для ребенка, для плода. Очень тяжелое. Почему врачи приблигают к таким методам, как кесарево сечение, например? Потому что они понимают, что если они сейчас не предпримут никаких мер, он просто задохнется и умрет. И вот с момента, когда человек начинает постигать этот мир, то есть выходит из утробы матери, и до момента, когда он умирает, Бог ведет его, об этом Давид пишет в этом псалме. Это только Бог мог усмотреть все наши пути. Это как он, только он ведет. Представьте себе, что вы, знаете, говорят, что Бог это выдуманное создание, ты стыкать, выдуманное. Вот, например, я могу взять сейчас, подойти к муравейнику, бросить спичку и сжечь его. Для муравьев я Бог. Но вы знаете, в чем разница между мной и Богом в данном случае? Мои мысли во зло, а его во благо. Мне не надо такое доказательство, что если я хочу быть Богом, нужно кого-то сжечь или утопить. Герасим для муму тоже был Богом. Но это неправда. Потому что Бог сказал, и он не меняется во век. Мои мысли о вас во благо, а не во зло. И Бог ведет нас, Он никогда не приведет нас во зло. Хотя, многие ошибались и думали, что Бог привел его в эти беды. И об этом тоже пишет Давид в этом же псалме, но об этом чуть позже. Дальше седьмой стих. Для многих я был как бы дивом, но ты твердыня и надежда моя. Вы знаете, сегодня мы тоже, но многие удивляются, как у тебя это получилось? Как так? Да вот мое свидетельство, что я должен был быть с ампутированной ногой. Но этого не произошло. Этого не произошло, потому что Бог твердыня моя, я на Него уповаю. Когда мне сказали, что такое может произойти, я не пошел плакаться, когда там куда-то там, или говорить там, ой, давайте, что же мне теперь делать, искать там, где заказать протез или еще. Я пошел просто писать смс всем, молитесь за то, чтобы Бог оставил мою ногу. Прошло два месяца. Вот я здесь стою на своих двоих ногах, слава Господу. Это никто другой не мог сделать. И для многих у нас, даже в нашей жизни, каждый из вас может показать, я тоже, люди тоже удивлялись, как так? Да так не может быть. Давид говорит, я для многих был дивом, но ты твердыня. Потому что когда мы уповаем на правильное утвердение, у нас нет никаких, никаких золбан на нашем пути. Никаких. И если мы что-то вдруг, ну что-то злое произошло, это не от Бога. Это либо мы накосячили, либо за нас кто-то сражается. Знаете, когда человек переживает какие-то проблемы, значит наверху где-то за него идет большое сражение. Бог просто показывает всем силам тьмы поднебесни, насколько он нас хранит. Несмотря ни на что. Восьмой стих. Да наполнится уста моих хвалою, чтобы воспеть всякий день великолепия Твое. Это стих обличения. Насколько мы действительно наполняем наши уста хвалою, чтобы воздать все великолепие, всю славу великолепию Бога. Каждый день. Нет, я не говорю, что вы этого не делаете. Конечно, вы каждый день славите Бога. Многие по нескольку раз в день. Многие целый день, с утра до вечера. Потому что, вы знаете, когда когда мы понимаем, что все это только потому, что мы прощены, то осознание приходит совершенно на другие. Иисус это объясняет очень просто. Он сказал, кому много прощено, тот много любит. А любовь к Богу есть исполнение его заповедей. И не обязательно везде кричать Аллилуйя! Слава Господу! Нет! Мы можем своей жизнью, соблюдая его заповеди, прийти и прославить его. И это будет ему куда приятнее, чем просто голые слова, которые мы просто произносим или поем песни. Это тоже нужно. Бог живет в словословии народа своего написанного. Но мы должны своими путями. Тот написан, кто любит меня, тот заповеди свои соблюдет. Тому много прощено, тот много любит. То есть много соблюдает заповедей. И это не те самые ветхозаветные заповеди приносить овнов, козлов, там еще кого-то. Узянетод был такой. Батюшка говорит, если, говорит, я по гороскопу овен, мне какой иконе лучше молиться? Говорит, если вы по гороскопу овен, вам лучше к ветеринару. Давид не приписывает свои успехи и удачи ни случаю, ни везению. Обратите внимание, он не приписывает свои удачи, свои победы никаким удачам или везению. Не приписывает. Он всегда это приписывает Богу. Только он все это делает. И он говорит, поэтому, что он, ты великолепен. Ты великолепен. Нет подобного тебе. И милость твоя велика. Он даже призывает нас славить Бога потому, что милость его вовек. Аминь. И дальше, как мы уже привыкли видеть в Псалмах Давида, все хорошо сначала, а потом начинается обращение. Зачем я просто так буду занимать время Бога? Хвалю я его и так, заповеди соблюдаю. И так, теперь нужно же поговорить. Я для чего, собственно, пришел? И вот он говорит, не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать силы мои, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря, Бог оставил его. Преследуйте, схватите его, ибо нет избавляющего. Когда Давид чувствует опасность в своей жизни, а таких случаев у него было много, он не начинает утраивать свою охрану, ставить бронежилет себе куда-нибудь в угол, там, поленепробиваемые стекла и так далее. Он приходит к своему защитнику. Это все, что наш ребенок. Когда он чувствует опасность, он бежит, папа, папа! И папа идет и что-то делает. Ребенок, когда перестает чувствовать опасность, он продолжает заниматься своими вещами. И папа же не ждет благодарности и там хвалы, что вот, ты меня спас, там, ты меня... Нет. Он радуется от того, что ребенок может продолжать быть в безопасности. И это то, что хочет Бог. Это сердце отца. Когда ребенок приходит к отцу и говорит, папа, помоги, папа помогает, и ребенок получает то, что ему нужно было получить, например, покой, защиту, уверенность в себе. и от этого радостно. От этого радостно, потому что мы сделали свою работу. Мы для этого и существуем, как родители. Бог действует точно так же. Я напоминаю, что он создал нас по образу своему и подобию. Он проявляет себя точно так же. И Давид, опять же, он не рассуждает так, ну, у меня, если что, папа Богом работает, он разберется. Нет, он не бросает на самотек. Он обращает внимание своего папы на свои проблемы. Вы думаете, он не знал, что Бог видит всякую нужду, прежде чем мы озвучиваем? Конечно, знал. Он предупреждал и неоднократно через пророков. И он говорил, я знаю, я знал, но он все равно говорит, папа, тут что-то нехорошо. Он обращает внимание отца на эти проблемы. То есть, это еще одно проявление того, как Давид показывает нам Богом. Показывает нам Богом как личность, знающую все, что с нами может произойти. Но тем не менее, желающая, чтобы мы обратились к нему и обратили на это внимание. Мы об этом тоже говорили. Куда направлено внимание, туда направляется энергия, там создаются результаты. И у него была проблема с его детьми, да, с Абиссалоном в частности, и с теми, кто пытались свергнуть его. Он сказал, папа, надо с ними разобраться, потому что они замышляют нечестиво. В притчах написано, что не войдись с нечестивым, потому что пока не сделают кому-нибудь зло, не успокоятся, не заснут. Не заснут. И это только сверхъестественное вмешательство должно было произойти. то есть Давид призывает нас, он учит нас этим, что в любом случае, какие, смотрите, ну, давайте так, скажем, если бы он узнал о заговоре, Давид, не мог ли бы он просто взять своего воевода и сказать ему фас, и просто всех порубали на шматочки. Я просто смотрю вот историю эту знаменитую с Мимфевосфеем. Помните такого? Мимфевосфеем. Не помните. Я сейчас напомню. Сидит, Давид, кушает. Вкушает, пишу. Надо же кушать. Да? Некоторые едят, чтобы жить, а некоторые живут, чтобы есть. Вот он ел, чтобы жить. Вот он вкушает, а с ним его подданные сидят. Ну, тогда они сидят, тогда лежали. И вот, значит, они же лежат, они же в полном обмунировании подданные на всякий случай. Ну, знаете, случаи-то бывают всякие. И вот Давид, они за ним все внимательно следят, он, значит, кушает там, и вдруг он останавливается, все так раз замерз. И он производит эту фразу. Не осталось ли кого-нибудь из дома Саулова? Воевода за меч сразу. Раз. Ага. Вот оно. Ведь я бы оказал ему милость. Меч обратно засунуло. Не получилось побоевать. Вот так оно работало. Через пять минут, грубо говоря, через пять минут у дома Мимфивосфея становится царская карета. У Мимфивосфея вообще все вот так сердце в пятки, он думает, сейчас меня публично казнят. И вот с этой мыслью он ехал в царский дворец, в царской колеснице. А там ему говорят, ну-ка переодеться-ка в царские одежды на секундочку. Ты в царском доме живешь? Садись-ка за царский стол и до конца дней своих будешь питаться от царского стола. Давид показал, что такое милость. То же самое мог сделать со своими врагами. Если бы он сказал, вот эти замышляют против меня плохое и сказал своему воеводу, ну ты понял, что делать. Ему бы головы их принесли через пять минут на подносе. Без разговоров. Потому что такое уже было. и он приказал, идите, и даже если он будет за руки шерственника держаться, убейте ее. Такое уже было. Вы знаете, вот такой царь, который мог сделать все сам, при этом говорит, папа, все плохо, надо решать вопрос. Не хочу больше крови. Он и так уже обличил его, он говорит, не дам тебе построить храм, ты по локоть в крови. Он говорит, больше не хочу сам ничего делать. Хочу, чтобы ты сверхъестественен сам разберись с этим. 12 стих. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши мне, на помощь мне. Да постидятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Уста мои будут возвещать правду твою всякий день, благодеяния твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога воспомянут правду твою, единственную твою. То есть, он говорит, что его суды, а он был судья, но царь был судья, его суды, они как бы может быть и справедливые, но они не Божьи. Потому что он говорит, правда единственная, твоя, не моя. Поэтому не оставь меня, пусть они постыдятся не из-за меня, а из-за тебя, чтобы они знали под кем я хожу, чтобы они знали, кто мой защитник, чтобы они не говорили, о, он такой грозный царь, как Иван Васильевич грозный был, да, кто грозный царь языческий. Отныне буду таким. Помните фильм знаменитый? Очень любил его Иосиф Иосифович Сталин. Они в чем-то были похожи. А здесь нет, он говорит, нет, не меня должны бояться, они должны бояться того, кто за меня. И Писание говорит нам потом уже в Новом Завете, если Бог за нас, какая разница, кто против? Какая разница? Потому что все, кто знают, кто за нас, против нас не пойдут. Вот если они знают, что Он не всегда за нас, тогда пойдут. Но слава Господу, Бог всегда за нас. Потому что наша брань, она не против плоти и крови, а против властей на часть тьмы поднебесной. И вот это они же против Давида и возникают. Через людей, конечно. Поэтому он и говорит, он понимал это, он говорит, Господь, вмешайся в это. Потому что на физическом уровне я расправиться могу, а что делать с духовным уровнем? Когда Давид говорит все это, мы понимаем, что он был на самом деле человеком по сердцу Божьему, потому что он знал, что нравится Отцу. Он знал, что нравится Богу. И он бы тоже поступил так же, если бы Соломон прибежал к нему, такой, папа, папа, там Ицик с соседнего двора кубики у меня забрал. Пришел бы Давид, сказал, так, кто здесь Ицик? Не надо, а у Соломона надо забирать кубики. Хочешь, я тебе другие дам, но эти не трогай. И все бы испугались сразу. Соломон остался бы доволен и спокоен, а Ицик получил бы свои кубики. Потому что так работает Бог. Он не будет чье-то счастье строить на несчастье другого. Никогда. Если кому-то чего-то не хватает, действительно не хватает, он восполнит его нужды. И это знал Давид. И поэтому он говорил Богу всегда, приди и защити меня ты. Не я. Потому что я знаю как на физическом, как вот секир башка, это я знаю. Да? Как там публичную казнь устроить, пожалуйста, гонение, запросто, не вопрос. Кого там ночью нужно всю деревню, это я запросто. Но вот как на твоем уровне решать вопросы, я не знаю. Реши, пожалуйста, сам. Он знал, что это отцу нравится. И он это делал всегда. И дальше написано. Боже, ты наставлял меня от юности моей, и до ныне возвещаю чудеса твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, до кори не возвещу силы твоей роду с нему, и всем грядущим могуществу твоего. То есть он говорит тем самым, что я буду не свое могущество насаждать, а твое. Я хочу, чтобы все видели, кто за всем этим стоит. И когда Павел писал, что все ищут своего, никто не ищет Божьего, тогда тоже все искали своего. А Давид показывал им Божье. Он им говорил, Бог с нами, Бог устроил, Бог поведет. Он, может быть, не обладал всей мудростью, которой потом обладал Соломон, который это и возвестил, собственно говоря, что победа-то от Господа. Да, нужно готовить коня на день битвы, но победа будет от Господа. И все это должны знать. Что если уж Бог решил, что победят, значит победят. А если не решил, что победят, то хоть воевать могут, хоть до утра, ничего не произойдет. И вот за это, за то, что Бог был всегда за него, Давид не уставал его благодарить во всем. Если мы с вами внимательно читаем первые 73 псалма, то там всегда написано так. Хвала Богу, значит, откровение, лично ядовида, просьба о помощи, хвала за то, что было исполнено. Откровение, просьба о помощи, хвала за то, что было исполнено. Опять, и так все псалмы. И все, кто потом писали псалмы после него, и все, кто дополняли псалмы, мы видели, что они мыслили все одинаково. Даже Моисей, 80-й псалм, 89-й, кажется, псалм, да? Где он говорит, что, ну, там, в дней жизни наших 80-й пощей крепости, там, еще сколько-то, плюс мам. Он тоже писал, этот псалм точно так же построен. Свидетельство, просьба о помощи и хвала. Это образ жизни Давида был. Он всегда хвалил Бога. Он, может быть, сам что-то там и делал, и углублялся там в какие-то стратегические размышления по поводу того, как вести войну, но в конце концов он все равно хвалил Бога. И Давид ничего не ставил себе в заслугу, кроме одного раза, как я уже сказал, да, когда он сказал, посчитайте-ка, сколько нас там, людей, которые повисколько нас иудеев, потом говорит, не надо, не называйте мне цифры, все, все. Я понял, Господь, прости, это не от меня. Это от тебя. И в жизни его все было славно. Смотрите, это самых могущественных царей. Он смог сделать то, чего не смог сделать никто. Он смог сделать даже то, что не смог сделать Саул. Он стал одним из прародителей Иисуса Мессии. Город Иерусалим стали называть городом Давида. Ну, то есть, это человек, который, ну, я не знаю, есть вообще кто-то подобен ему в истории человечества, как царю. Не было такого. Были более справедливые, менее чистолюбивые, более чистолюбивые, были разные. Но такого, как Давид, про которого бы сам Бог сказал, я нашел человека по сердцу своему, такого никогда не было. И поэтому он никогда не забывал благодарить Бога, потому что в старости даже, сделавшись уже просто, ну, все у него уже было. Ну, только храм он не смог построить, не дал ему Бог. А так, остальное, все, что он хотел, все было у него. И он все равно в старости говорит, Господь, это ты, это не я, это ты, больше никто. 19 стих. Правда твоя Божия, да, превыспленных, превыспленных, имеющих очень высокое положение на небесах. То есть он говорит, что правда его везде. Помните, потом мы читаем в Писании, что третье небо, седьмое небо, там, такое небо, сякое небо. Он говорит, вот выше всех небес ты, там правда твоя. Он же выше быть не может. То есть, высший суд справедливости, он не в Иерусалиме. высший суд справедливости, он там. И к нему нужно приходить. Великие дела, великие дела заделал ты Божий, кто подобен тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды. Вот то, что я вам говорил. Что он все-таки думал, что это Бог посылал на него лютые беды. Но это не так. Мы знаем, что это не так. Но потом объяснил, и опять оживлял меня, и из бездна земли опять выводил меня, ты возвышал меня и утешал меня. Об утешении, кстати, Давид говорит очень много. Ну, представьте себе, когда человек впадает в какую-то сложную ситуацию, когда ему реально плохо. Ну, реально плохо. Я так сказал на современном языке, нереально плохо. Кто утешит такого человека? Ну, кто? Только Бог. Никто, человек не может утешить. Потому что, помните, в притчах написано, что если человеку плохо, не надо утешать его песнями. Не получится, будет еще хуже. Только Бог мог утешить. И он говорит, ты утешал меня всегда. 22 стих. Я буду славить тебя на Псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать тебя на гостях. Святой Израилев, радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил. И язык мой во всякий день будет возвещать правду твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие имени зла. Ключевой стих. До этого, буквально несколько стихов назад, он говорил, пристыди их, расправься с ними. И тут он говорит, они постыжены и посрамлены. Это ключевой стих. Он благодарит Бога за то, что уже сделано. Хотя этого еще не сделано. И вот здесь, он прославляет его, потому что в этом и есть проявление нашей веры. Мы благодарить должны за то, что еще не видим. Потому что иначе, мы не верим Богу. Мы видим проблемы и заботы, страдания, болезни, недостатки различные, финансовые, там какие-то со здоровьем, с детьми у нас не лагится, там еще что-то. И мы это видим, на этом концентрируемся, и мы думаем, что этому нет конца. Оно не заканчивается. Но у кого такое было? У меня было неоднократно. Такое впечатление, что просто проблемы не заканчиваются. Суета поглощает нас просто в себя. И мы перестаем, и мы ходим к Богу, куда мы ходим, что-то там выспрашиваем у него, и так далее. Но силы дьявола, планы дьявола, они направлены против того, чтобы увести нас от Слова Божьего. То есть Писание говорит, блажен муж, который день и ночь пребывает в законе Божьем. А дьявол уводит нас оттуда. Нам некогда Риблию читать. Нам некогда молиться. А если молимся Господь, то скажем, что можно? Ну, здесь, ну что я не буду слышать? Это не молитва. Это не молитва. Молитва – это разговор с Богом, как разговаривать с Ним до менты. Я знаю, что делать. Но только ты можешь эту ситуацию разрешить. Обрати на нее внимание, пожалуйста. Потому что мне плохо. А папе не нужно, чтобы его ребенку было плохо. Ему нужно, чтобы ребенку было хорошо. И он говорит, хорошо, конечно, приду и сделаю. Не вопрос. И он написан, никогда не опаздывает. Никогда. Опыт Давида показывает нам, что хвалу Богу нужно воздавать постоянно. В этом суть веры. В Евреям 11 глава с 1 по 3 стихи по 2. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствовали древние. То есть о каких древних идет речь? От Авраама до наших дней. Потому что вера, она действительно, ну, когда человек верит, у него невидимое стало видимо. Смотрите, Авраам видел что? Бесплодную Сару? Морской песок? Что еще он там видел? Небо звездами. Илиезер? из Дамаска управлять? Все. Все, что он видел. Он прожил 80 с лишним лет, 90 лет. Какие дети? Какие наследники? Он уже, как вот говорит паспорт Юханес, теология его опыта подсказывала ему, что все. Он либо сейчас что-нибудь сделает с какой-нибудь другой женщиной, чтобы там что-нибудь родилось, либо все. вот это при всем при этом Бог называет его другом своим. Потому что написано поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. И вот об этой вере, когда он все-таки старался делать что-то, Бог умалчивает. А вот о том, что он потом сделал Аврааму, Бог говорит очень хорошо. Верую познаем, что веки устроены словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло вот-вот суть веры, что из невидимого происходит видимое. 400 лет евреи видели только одно. Война, греки, римляне, рабство, только теперь уже не где-нибудь там в другой стране, а у себя в своем собственном доме. И теология их опыта подсказывала, что должен прийти кто-то, кто таким же способом сейчас все это разрули, то есть мечом и огнем. А Писание говорило, нет, не так придет тот, кто спасет. И те, кто уверовали, им было легко принять Христа. Те, кто не уверовали, тяжело было принять Христа. И те, кто кричали ему уши она бомрумим, усана вышних, потом кричали распни его, потому что теология их опыта подсказывала, это не тот мессия, которого мы ждали. Вопрос, верим ли мы Богу и доверяем ли Ему, он как бы в словах Иисуса есть ответ на эту тему. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Иоанна 14, глава 13, 14 стихи. То есть, Иисус, в котором мы приняли как Господа своего и Спасителя. Приняли его. Но мы же сказали, что это наш Господь. Кто такого не говорил? Все так говорили. То есть, от слов своих оправдаются, человек от слов своих осудится. Теперь, если я у него прошу, он написано, что сделает. Почему я сомневаюсь? Почему я сомневаюсь? Почему я начинаю предпринимать какие-то свои шаги? Делать своего Измаила? Зачем? Если тут конкретно написано, твой Бог тебе сказал, попроси во имя Мое, и я сделаю. А знаете почему? Потому что тяжело верить в невидимого Бога. Это то, что пытался донести Павел до греков. Он говорит, вам тяжело видеть в невидимого Бога. Вам проще идол построить и сказать, вот это Зевс. Он громовержец. Над ним есть какой-то другой Бог, который его создал, конечно, но мы его не видим, мы его не знаем, мы не можем ему поклоняться. Мы не можем ему слухать. А Зевсу можем. Потому что вот его статуя стоит. Что нет? Если мы знаем, что он сделает, то почему мы не благодарим его заранее? Если мы знаем, что он сделает, почему мы заранее его об этом не благодарим. Вот Давид благодарит. Он в 70-м псалме сначала попросил двумя стихами ранее о том, что были последствия, поблагодарил за то, что он это все выполнил. Мы ведь провозглашаем этим свою веру. Но мы не просто так это говорим. Мы провозглашаем свою веру. Господь, мы доверяем тебе. Мы знаем, что ты это сделаешь. Поэтому мы благодарим тебя прямо сейчас уже, заранее. но не всегда это удается. Потому что иначе мы не утверждаем его могущество и власть в нашей жизни. И тогда планы дьявола, которые нам небезызвестны, будут осуществлены в нашей жизни. Потому что он знает, что мы не доверяем до конца Богу. А с нами лично дьявол справится. Не волнуйтесь. Без даже, вот не напрягается. Справится. Ему не рада даже вот сильно там мышцы на лице повести, чтобы справиться с нами. Потому что мы для него песчинка. Он так и нет у нас. А вот если Бог за нас, вот тут ему становится страшно. Потому что он понимает, против кого он сейчас пытается что-то сделать. И он знает, что у него не получится. Дьявол не борется против Бога, поймите, он борется против нас. Ему нужны мы. С Богом он не справится. Он это прекрасно знает. Ему это объяснять не надо. И библейскую школу ему преподавать для этого не надо. Он лично Бога знает. Он его делал лицом к лицу. Поэтому у него нет шансов покаяться. Мы, не видевшие и уверевшие, мы блаженные. Потому что мы, не видя, поверили. Вот апостолам как бы было проще. Они видели Бога рядом. А нам тяжело. Но Иисус говорит, вот те, кто не видели, они еще более благословлены, чем вы, которые видели. 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. Я на этом будем заканчивать. И вот какое дерзное... Смотрите внимательно. Слушайте, запомните себе, пожалуйста, впишите себе это прямо вот красным, где-нибудь фломастером, где-нибудь на холодильнике напишите. Ну, куда вы больше всего смотрите, там напишите. Кто-то на телевизоре напишите. И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда попросим Его, чего по Его воле, Он слушает нас. Еще раз повторить. Повторю. 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И дальше ключ. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не попросили, знаем и то, что получим просимое от Него. Аминь. По-другому не получать, иначе мы не можем назваться детьми Божьими, если мы не верим в могущество собственного Папы. Когда мы с таким дерзновением приходим к престолу, когда наше сердце полностью принадлежит Богу, там нет греха, там нет скелетов в шкафу, там нет тьмы, там только свет, Божий причем свет, солнце правды. Это одна из последних фраз, которые Бог сказал в Ветхом Завете про солнце правды. По-моему, в 3 стихе 6 главы, в 3 стихе 4 главы Малахи написано солнце правды. Вот если там светит солнце правды, то тогда мы имеем такое дерзновение. Почему мы не имеем дерзновение? Потому что мы знаем, что мы придем к престолу благодати, он скажет, знаю дела твои, и веру твою, и верность твою, но имею немного против тебя. Вот это вот имею немного против тебя мы не готовы услышать нет. Потому что мы сами против себя имеем немного. Мы смотрим в зеркало и немного имеем против в себя но немного я утрирую мы прекрасно знаем в чем наша проблема и отличие нас от неверующих которые знают то же самое что и мы не тоже знают в чем их проблема мы знаем у кого просить очищение они пока еще не если мы знаем у кого просить ощущение но мы не просим этого у нас проблема мы не можем с дерзаной прийти к престол бы в этом придем конечно верующие в иисуса написано на суд не приходится нас не будут судить в ад или в рай нас будут сидеть какое место мы займем там в доме господа а вот тяжело не можем прийти попросить не можем нет дерзновения дерзновение приходит от чистоты сердечных помыслов и вот за это я хочу сегодня молиться я хочу молиться чтобы бог он дал нам это покаяние во всех наших скелетах вот почему мы не хотим пойти на истину почему мы не хотим избавиться от какого-то своей зависимости не важно что это за зависимость это может быть курение где написано что курение это грех но только в первой главе исаи же курение ваше противно но это не про то курение речи нигде не написано что курение это грех нигде то есть можно курить а нельзя курить почему потому что зависимость это рабство иисус пришел чтобы сделать нас свободными а не рабами не написано что пить нельзя наоборот даже павел помогу титу пишет и вина пей чтобы здоровье люди где написано что нельзя и значит можно пить можно бейments напиваться нельзя просто зависимость где написано что по соцсетям interestowhere неё где написано что в игр играть нельзя дева вется чтоб казиноiusyer хадит нигде он написан это не грех нужно же можно находить а нельзя потому что зависимость и нельзя заниматься тем другим или 3 потому что это зависимость от этих вещей. Если мы знаем, что мы от чего-то зависим, даже от людей, даже от людей, если мы знаем, что мы зависим, нужно очищать свое сердце. И в этом и есть покаяние. От этого нужно освободиться. Вы не можете никого затащить на своем горбу в Божье Царство, кроме самих себя. Смиритесь с этим. Писание говорит, и так, каждый сам за себя, подчеркиваю, сам за себя, даст отчет Богу. Не за соседа, не за родителей, не за детей, не за мужа и не за жену. За себя. Но ободрение, что если я вникаю в себя и в учение, то есть сопоставляю, где я не так что-то делаю, и буду делать это постоянно, то так спасусь и я, и слышащие меня. Нам нужно в себе разобраться. Давайте будем молиться за то, чтобы Господь дал нам этот дух покаяния. Чтобы Он дал нам мудрости. Как подойти вообще к этой проблеме, с которой мы сейчас столкнулись, и мы считаем, что из нее нет выхода. Чтобы Он дал нам вот это ощущение того, что мы, наконец, Божьи дети. Он дал нам такую власть, написано, да? Дал власть быть чадами Божьими. Власть-то дал, а ошушения нет. Это как раба, выпустите на свободу и скажите, нарисуй, построи красивый дворец. Он построит большой, красивый барак. Потому что у Него все есть. Власть есть, свободность. А ощущения того, что Он свободен, нет. Вот за свободу давайте молиться. Давайте молиться об этом каждый день. Просить Бога, чтобы Он освободил. Потому что написано, кого Сын освободил, тот истинно свободен. Надо каждый раз задавать себе вопрос перед Богом, Господь, я свободен или я все еще от чего-то завишу? Или мне все еще что-то мешает жить? Вот какие вопросы нужно задавать Богу. Никогда, наконец, меня в лотерею выгружат. Ну сколько же нужно? Нет. Не выиграю. Бог не монетный двор. Он не надо деньги просить. Он не даст. Денег Он не дает. Он показывает, Он дает нам способность приобретать богатство. Так написано в книге Трозакон. Но в каком случае? Когда помним Господа Бога Свою. Когда помним, дает способность приобретать богатство. Как только забываем, Библию не читаем, на этого не ходим, расправления не слушаем, с мирскими общаемся. Почему? Ладно, общаемся. Сообразуемся. Нет способности приобретать богатство. Дальше 28 глава Трозакония, 16 стиха. Если хотим с 1 по 15, тогда нужно свободу приобретать. Аминь. Давайте встанем на наши ноги, помогайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова